Садовый измельчитель Сегодня садовый измельчитель только начинает завоевывать сердца дачников, но уже успел себя зарекомендовать как весьма полезное приобретение. Этим устройством можно измельчать все, что у вас остается на участке. Конечно, кроме бутылок, жестянок, склянок и так далее. Не надо ничего выбрасывать. То, что вы будете перемалывать данным устройством, вы будете, попросту говоря, приносить только пользу своему участку. При этом режущие системы Викинг значительно уменьшают объем отходов. Если речь идет о прочных сучьях и ветках или о мягких органических отходах, таких как срезанная трава и листья, садовый измельчитель просто необходим. Из переработанного в нем материала получается отличное натуральное удобрение, которое улучшит структуру почвы и предохранит ее от высыхания. Вот такое безотходное садово-огородное производство. Разбирается такой измельчитель элементарно просто. Достаточно открутить два пластиковых винта, и нашему взору предстает основной рабочий элемент устройства – металлические ножи. Вот что из себя представляет начинка. Вот под эти ножи подпадает все, буквально, стоящее слово. Мощный электродвигатель позволяет не беспокоиться о нагрузке измельчителя. А если у вас возникли затруднения в обслуживании, в сервисном центре «Штиль» вам обязательно помогут разобраться. В сервисном центре «Штиль» новое поступление – газонокосилки с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, почвенные буры, плоскорезы для ухода за кроны деревьев и многое другое. Лунный календарь обозначил две запретные полосы. Подробнее об этом расскажет моя соведущая Кристина Курочкина. В большинстве своем до конца июня все дни для обработки и посадки растений нейтральны. Хочешь – сажай, хочешь – поли, а хочешь – отдыхай, намекает небесное светило. Однако категорически воздержаться от всяческих работ дачникам придется на три дня. 19 и 20 числа нельзя высаживать базилик, огурцы, петрушку, шикву, салат и укроп. Да и 30 числа об этих растениях лучше забыть. А вот 21 июня базилик, лук, порей и зимнюю редьку нужно постараться высадить. Это самые благоприятные для этих растений дни. Подробнее о превратностях Луны можно узнать на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче». Партнер рубрики «Лунный календарь» фирма Сады Зауралья. Саженцы с открытой и закрытой корневой системой, выращенные в зауральском климате и полностью готовые к посадке в грунт – идеальный вариант для вашей дачи. Приобрести такие деревья можно в Корчевской роще в специализированном магазине фирмы Сады Зауралья, на Центральном рынке, а также микрорынке Некрасовский. Летом у многих обостряется аллергия, и ее проявления могут быть самыми разнообразными. И если в черте города еще как-то можно оградить себя от аллергенов, то на даче дело обстоит совсем по-другому. Ведь именно на природе очень часто встречаются аллергены – пыль, плесень, пыльца растений и от насекомых. Если вы подозреваете, что страдаете аллергией на пыльцу растений, то первое, что вы должны сделать, это сходить на прием к аллергологу-иммунологу. После проведения исследований врач установит точную причину гиперчувствительности. Вторым шагом к собственной безопасности станет профилактика. При работе на дачном участке наденьте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами. Третьим не менее важным шагом будет прием антигистаминных средств, которые вам прописал лечащий врач перед выходом на природу. Что это и какие из них лучше всего иметь при себе на даче, мы узнали в сети аптек Фармсервис. Антигистаминные средства, они применяются уже очень давно и выпускаются в форме таблеток, мазей, назальных аэрозолей и глазных капель. Антигистаминные глазные капли помогут вам от красноты и зуда в глазах, мазей при кожном проявлении аллергии. Таблетки быстро снимут общие симптомы и предотвратят повторное появление аллергии. А назальные аэрозоли можно применять для лечения круглоготичных и сезонных аллергических ринитов. Для детей эти препараты выпускаются в виде сиропов и капель. Широкий ассортимент противоаллергических, а также других качественных и доступных по цене препаратов вы сможете приобрести в аптеке «Фиалка». Кстати, с 1 июня цены в аптеке снижены, а скидки сохраняются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова